В рамках информационной поддержки государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в Латвии состоялся телемост с тремя регионами – Красноярским краем, Новосибирской и Псковской областями. В ходе презентации представители уполномоченных органов данных субъектов Российской Федерации рассказали об особенностях и преимуществах региональных программ добровольного переселения соотечественников. Красноярский край – это один из крупнейших и богатейших районов регионов Российской Федерации, который обладает огромным природным ресурсом, промышленным и научным потенциалом. Он восточной Сибири, в бассейне реки Несей, на севере мывается Карским морем и морем Лаптевой. Площадь Красноярского края составляет 2,3 миллиона квадратных километров, или 14% от всей России. Красноярский край богат природными ресурсами. Значительные запасы цветных металлов, золота, угля, нефти и газа, лесосырьевых ресурсов. Красноярский край входит в десятку регионов России, формирующих более половины валового внутреннего продукта. Серьезные инвестиции вкладываются в человеческий потенциал. В крае создаются центры высоких медицинских технологий. С 2010 года действует Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. Строится перинатальный центр и онкологический диспансер. Ведется строительство доступного и комфортного жилья, объектов образования, культуры и спорта. Средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составила 49 641 рубль, на вторичном 43 730 рублей. Среднее строительство одного квадратного метра в городе Красноярске составляет 47,7 рублей. Аренда однокомнатной квартиры – 12 тысяч рублей. Чтобы обеспечить кадрами растущую экономику, на базе крупнейших вузов Красноярского края создан Сибирский федеральный университет. Благодаря тому, что три из четырех вузов, вошедших в его состав, территориально существовали в соседстве друг с другом, здесь образуется настоящий город студентов и преподавателей, ключевой центр развития науки и образования в крае и сибирском регионе в целом. Студенческий город СВУ – это не только учебные корпуса 19 институтов и общежития. Это новое здание библиотеки с хранилищем на 3 миллиона томов. Это спортивные и досуговые комплексы, технопарк, конгресс-холл и социальные объекты. Это 650 гектар среди леса и 60 тысяч жителей, каждый из которых демонстрирует новый уклад жизни, гармонично сочетающий в себе образование и науку, спорт, досуг и профессиональную карьеру. Все необходимое для самореализации в Географическом центре России. Госпрограмма, успешно реализуемая Министерством регионального развития Российской Федерации, предусматривает не только процедуру ускоренного получения гражданства, но и помощь в трудоустройстве, а также другие льготы. Однако самое важное преимущество – это возможность жить и расти детей на исторической родине. Новосибирская область. Здесь проходит главная железнодорожная артерия страны – Транссиб. Магистраль, связавшая на рубеже 20-го столетия огромный континент, позволила начать масштабное освоение Сибири и Дальнего Востока. Затерянный в Сибири поселок превратился в третий по величине город России, в котором сегодня проживает полтора миллиона человек. В округ Новосибирска выросли заводы и фабрики. В получасе езды от него – форпост сибирского отделения РАН – знаменитый академгородок, в котором базируется больше четырех десятков научно-исследовательских институтов. Область распространена на пересечении воздушных, железнодорожных и автомобильных магистралей. Это позволило областному центру стать одним из крупнейших транспортных узлов Российской Федерации. Новосибирская область характеризуется многоплановой диверсифицированной экономикой, устойчивой к колебаниям рынка. Система, которая связывает воедино миллионы людей по всему миру. В области работают десятки компаний, известных по всей России и за рубежом. Лидирующие отрасли – машиностроение, высокие технологии, пищевая и химическая промышленность, медицина. В области действуют 30 высших учебных заведений и филиалов, в которых готовятся специалисты по 89 направлениям подготовки бакалавриата. 94 специальности, 51 направление по магистратуре. Большое внимание уделяется развитию социальной сферы. У нас около 40 школ в Новосибирской области. Около 60 средних профессиональных учебных заведений. Много в области действующих и строящихся учреждения здравоохранения, культуры, спорта. Такие крупные культурные организации, как крупнейший Гауралов, театр оперы и балета, красный файл, театр Афанасио, театр Натуральной комедии. Это будет на месте расположено. Очень много в обладаемом центре есть также клубные учреждения, где проводится культурно-развлекательная работа с населением района. Современные промышленные предприятия, учебные заведения, готовящие специалистов для всех отраслей экономики и развитая социальная инфраструктура, являются основой для формирования на территории современных технологических кластеров. В отличие от первой программы, у нас сейчас территория селения абсолютно вся Новосибирская область. И жители соотечественных, проживающие в Латвии, далекая от нас, в частности, и в других странах, имеют возможность переехать в любой район нашей области или город нашей области. По условиям программы мы оказываем качественную помощь и содействие граждан, придавшим в рамках программы по адаптации. Мы проводим с поддактаж профессиональной ориентации. Ориентируем граждан на то, какие профессии востребованы у нас. Мы далее проводим профессиональное обучение, переподготовку и подготовку участников программы и членов семьи, те, которые в этом нуждают. Темпы роста промышленного производства в Новосибирской области опережают среднероссийские. И в то же время открытый всему новому. Открытый для тех, кто уже сегодня знает, где будет завтра. Будет впереди всех. Прибывающим гражданам предлагаем принять участие в семинарах по организации предпринимательской деятельности, где подробно им рассказывают о порядке регистрации, о тех моментах, которые необходимо знать им. Из средств огласного бюджета мы компенсируем расходы участникам программы, открывшим предпринимательскую деятельность. У нас введено в качестве критериев отбора для соотечественников, имеющих разрешение на временное проживание и вид на жительство, требуется предоставление документальное подтверждение осуществления трудовой деятельности не менее шести месяцев. Кроме этого, мы внесли изменения в отношении граждан пенсионного возраста. Наша программа предусматривала и предусматривает сейчас включение в программу лиц трудоспособного возраста, то есть женщин до 55 лет, исключительно и мужчин до 60 лет, исключительно. Мы будем согласовывать по заявлениям граждан пенсионного возраста на их участие в программе и условиях, если у них здесь, на территории Новосибирской области, доживают близкие родственники, а близким родственникам получают программу мэр, миссии, отец, мать, сын, прочь, брат, сестра. Средняя зарплата за 7 месяцев текущего года по Новосибирской области составила 28 766 рублей. Стоимость одного квадратного метра в городе Новосибирске где-то в районе 50 тысяч жилья. А стоимость съемного жилья, однокомнатная квартира в Новосибирске, это зависит от района. Чем ближе к центру, тем дороже. В спальных районах где-то порядка 15 тысяч в среднем. Переезд в другую страну, как правило, требует немалых расходов. Поэтому программа предусматривает возмещение затрат на билет эконом-класса в случае авиаперелета, либо на проезд в купе, если речь идет о прибытии поезда. Расходы на автобус будут компенсированы, если переселенец воспользовался регулярным автобусным маршрутом. Кроме того, семья может возместить затраты на доставку к месту проживания одного или нескольких контейнеров с личным имуществом. Чтобы вернуть потраченные деньги, достаточно предъявить в УФМС оригиналы проездных документов и написать заявление. Срок его рассмотрения не превышает 10 дней. Необходимую сумму переведут на пластиковую карту или счет в банке, как только деньги поступят из федерального бюджета. Сегодня Псковская область – динамично развивающийся регион. Это единственный субъект Российской Федерации, который граничит одновременно с тремя иностранными государствами. На западе с Эстонией протяженность границы 270 километров и Латвии – 214. На юге с Республикой Белоруссия – 305 километров. Соседями Псковской области в Российской Федерации являются Ленинградская, Новгородская, Тверская и Смоленская области. Псковская область служит звеном, соединяющим огромный российский рынок и рынки европейских стран. Центр области город Псков расположен примерно в одинаковой близости от Санкт-Петербурга, Таллина и Риги. Регион располагает развитой транспортной инфраструктурой. Автотрассы и железнодорожная сеть связывают ее с Москвой, Санкт-Петербургом, Киевом, Республикой Белоруссия, со столицами стран Балтии, портами Мурманска, Калининграда и Ленинградской области. Преоритетное, конечно, соответствие, оказываемое, есть такое у нас указание, граждан, которые имеют учетные степени, учетные звания, им преференции даны в виде ускоренного документа, как мы рассматриваем документы в течение 20 дней, а так и в течение 10 дней. И компенсация стоимости жилья у них увеличена до 100%, для всех остальных категорий 50% выплачиваются. Это выплачиваются те же самые компенсации, которые я назвал. Мы говорим про аренду жилья. Мы компенсируем до 50% стоимости жилья за 6 месяцев. Если говорить про стоимость жилья, то это ориентировочно в Пскове. Псков статус нам дает информацию, порядка 8 тысяч рублей от стоимости аренды однокомнатной квартиры, порядка 11 тысяч рублей от стоимости аренды двухкомнатной квартиры. В область поступило большое количество современного медицинского оборудования, значительно увеличились лечебно-диагностические возможности больницы, поликлиник области, улучшилось обеспечение санитарным транспортом. Наряду с общеобразовательными школами успешно работают гимназии, лицеи и коррекционные школы. Образовательная деятельность по программам высшего профессионального образования ведется в 21 образовательном учреждении, из них 17 филиалов. Обучение ведется по 69 специальностям, по 26 специальностям осуществляется обучение в аспирантурах вузов области. Была принята областная программа, направленная на развитие спортивной инфраструктуры области, строительство и реконструкцию спортивных объектов. В регионе работают специализированные детско-юношеские школы Олимпийского резерва для подготовки лучших спортсменов. Выплачивается материальная помощь, в этом году она будет порядка 12 тысяч на членов, на участников программы порядка 2 тысяч рублей на членов семьи. Также компенсируется затрата за прохождение медицинских осмотров при получении разрешения на временное проживание и компенсируется на страфикацию документов. Это признание документов на территории Российской Федерации характерно для врачей и медицинских работников. Стать участником государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, несложно. Если вы уже находитесь в России и имеете разрешение на временное проживание или вид на жительство, нужно обратиться за консультацией в территориальный отдел ФМС России по месту проживания и связаться с уполномоченным органом в субъекте, в который хотите переселиться. Тем, кто живет за границей, необходимо узнать, где находится ближайшее российское представительство, и обратиться туда. Для участия в государственной программе достаточно написать заявление и при подаче приложить к нему копии и оригиналы необходимых документов, удостоверяющих личности переезжающих, а также некоторые дополнительные документы. Все подробности можно также уточнить на сайтах ФМС России, Минрегиона России, МИДа России. Продолжение следует...